добрый день уважаемые зрители и слушатели мы продолжаем наши видео уроки по истории средних веков и сегодня мы поговорим о первом сословии средневекового общества о средневековом духовенстве тема нашего видео урока католическая церковь в средние века вообще о христианской церкви мы уже говорили применительно к раннему средневековью сегодня речь у нас в основном пойдет про средневековье развитое и средневековье позднее но сначала нужно сказать о том какую роль христианская религия играла в жизни средневекового человека совершенно не случайно европу в средние века называют христианским миром там господствовала именно религиозное мировоззрение у людей люди глядели на мир через очки вот этой самой христианской религии именно христианская религия объясняла человеку как устроен этот мир она говорила что человек в этом миру живет совсем недолгое время а его душа бессмертная душа после смерти в зависимости от того как человек себя вел на этом свете отправляется либо в рай либо ват на вечные муки религия объясняла что весь этот мир создан господом богом и сама земля и любые растения и любые животные и весь порядок который существует в этом мире он тоже установлен господом богом и все что происходит в этом мире происходит исключительно по воле божьей в общем это очень простое объяснение которое позволяло необразованным и неграмотным средневековым людям хоть как-то этот мир понимать вся жизнь средневекового человека была сплошь и рядом связана с религией в каждой более или менее солидной крестьянской деревушке обязательно был свой храм или хотя бы часовенка в которой служили священники которых называли отцами патр или падре отец который проводил религиозные праздники а других праздников средневекового человека и не было священники в храмах особенно в день воскресный когда христианин не должен работать а должен отдыхать собирали всех на богослужение читали проповеди объясняли как должен человек в этом мире себя вести комментировали происходящее событие церковь устанавливала и обязательные правила для жизни людей например после того как человек родился его обязательно нужно было крестить в церкви его имя записать специальную церковную книгу это сродни сегодняшним обрядом регистрации детей в загсе не крещенный человек не зарегистрированы его просто не существует в христианском мире свадьбы игрались тоже только в церкви потому что считалось что брак заключается на небесах после смерти человека обязательно нужно было отпеть в церкви то есть произвести специальный молебен специальный обряд и после этого похоронить на освященной земле церковного кладбище церковь устанавливала и моральные заповеди для людей одним из главных понятий в христианстве является понятие греха то есть такого деяния за которое душа человеческая будет обязательно наказана не на этом свете так на другом есть страшные семь смертных грехов такие как гордыня чревоугодие жадность любострасти и так далее есть грехи поменьше которые в общем-то можно было искупить покаявшись в них своевременно исповедовавшись своему священнику и понеся какое-то церковное наказание вот это вот идея покаяния за грехи для того чтобы твоя душа очистилась и после смерти попала не куда-нибудь в ад а в рай она была очень важна для средневекового человека поскольку церковь господствовала в умах людей да то через церковь очень удобно было этим обществом управлять неудивительно что церковь всегда пытались взять под контроль светские правители короли и императоры западной европы а еще церковь была очень и очень богата я уже говорил как то что церковь это крупнейший феодал средневековой европы церковь имела многочисленные земельные владения с крепостными крестьянами которые получала разными путями либо в виде подарков от тех или иных правителей либо в виде покаянных пожертвований от тех или иных феодалов или просто путем захвата земли свободной земли со свободными общинниками впрочем такое становилось все реже и реже просто потому что свободной земли в европе оставалось все меньше и меньше вторым источником дохода в церкви была плата которую взымались за обряды крещение свадьба отпевание заупокойная молитва все прочее это было не просто так за это верующий должен был своему священнику платить обряды церковь проводила не просто так третий источник богатства церкви это церковная десятина раз ты христианин то ты должен 10 процентов всех своих доходов отдать на благое дело в пользу церкви и вот эта десятина которая собиралась со всех христианских стран европы составляла огромное богатство которыми распоряжалась христианская церковь кроме того было еще один способ пополнить церковную казну церковь заявляла о том что она невеста божия и что священники это люди наделенные особой благодатью и более того первосвященник западной христианской церкви римский папа обладает свойством непогрешимости а значит может любой грех человеческий искупить и для этого надо просто всего лишь купить специальный документ который отпускал тебе все грехи это так называемая индульгенция очень широко по западной европе распространилась торговля индульгенциями когда бродячие монахи или священники тем кто совершил какие-то грехи и хотел бы очистить свою душу за определенную сумму продавали вот эти самые листки это порождало конечно неудовольствие как так за деньги ты можешь свои грехи загладить за деньги ты можешь попасть в рай вообще-то в библии написано что легче верблюду пройти через игольное ушко чем богачу попасть в рай но библию на самом деле в средние века читали редко потому что грамотных людей было очень и очень мало и вот эти вот церковные индульгенции конечно же были очень раздражающим фактором для образованных людей ну а для простых неграмотных конечно это считалось нормальным правда иногда это приводило продажи индульгенции к очень забавным случаям описывается такой случай у многих кстати средневековых хронистов когда бродячего монаха торгующего индульгенциями на дороге встретил какой-то лихой разбойник и этот разбойник обратился к монаху падре отец сказал он я хочу купить индульгенцию за какой же грех ты хочешь искупление спросил его монах за грабеж святого человека ну что ж сказал монах заплати пожалуйста называет сумму и получать свою индульгенцию разбойник купил индульгенцию отпущение грехов за грабеж святого человека и тут же ограбил этого монаха приставив нож горлу как же ты можешь грабить меня это же страшный грех кричал монах а у меня есть индульгенция подписанная самим папой римским этот мой грех уже отпущен ответствовал разбойник и удалился с немалой добычи так или иначе церковь действительно была очень и очень состоятельна а значит и очень и очень могущественно настолько могущественно что глава западной церкви римский папа постоянно претендовал на господство во всем западном мире заявляя о том что власть его как наместника бога на земле выше чем власть любого короля или императора и это на самом деле вызывало серьезный конфликт это вызывало конфликт и с правителями тех или иных стран которые зачастую разрешались силовым путем ну например были известны конфликты римских пап с императорами священной римской империи с французскими королями с английскими королями а еще это вызывало конфликт с другими представителями христианской церкви мы с вами помним что христианская церковь возглавлялась патриархами и в раннее средневековье таких патриархов то есть глав церкви было 5 это патриарх римский он же римский папа это патриарх константинопольский и три патриарха жившие на востоке александрийский антиохийский и иерусалимский но в восьмом веке точнее в седьмом восьмом веках три вот этих вот восточных патриархата три резиденции восточных патриархов александрия антиохия и иерусалим были захвачены арабами мусульманами и по сути в христианском мире осталось два главы константинопольский патриарх и римский папа и оба они конечно же считаю что именно они главное в этой ситуации положение римского папа было немножко легче римский папа был независим от всех светских правителей хотя бы потому что еще со времен франкского короля пипина короткого у него у римского папы была собственное государство в италии папская область которое он правил как один обычный король как светский правитель а вот константинопольский патриарх сильно зависел от константинопольского византийского императора занимал подчиненное положение поэтому был не очень самостоятельно римская церковь и константинопольская церковь отчаянно боролись за влияние, старались распространить свои религиозные верования на те народы, которые еще не пришли к христианству и постоянно сталкивались лбами. Было несколько серьезных конфликтов, когда римские папы проклинали константинопольских патриархов, предавали их церковной анафеме, то есть проклятию, а константинопольские патриархи делали то же самое с римскими папами. В конце концов в 1054 году церковь христианская в Европе окончательно раскололась, произошла великая схизма, великий церковный раскол. Римский папа Лев IX предал анафеме константинопольского патриарха Михаила Керулуария вместе со всеми, кто исповедует константинопольскую веру. А Михаил Керулуарий в свою очередь проклял римского папу Льва IX и всех, кто исповедует западно-католическую религию римскую веру. Причиной этого конфликта стали не только разногласия в том, как правильно проводить благослужения, но и контроль над достаточно богатыми территориями, с которых собиралась бы церковная десятина. В первую очередь это Южная Италия и Балканы, там где располагалось Болгарское царство, потом сербское княжество. И Константинополь, и Рим, и папа, и патриарх желали властвовать над этими территориями, поэтому неудивительно, что они пришли к конфликту, расколовшему эту церковь. И этот раскол на западную католическую церковь и восточную православную существует до сих пор. В Европе возникло две церкви. Римско-католическая и греко-кафолическая церковь. Католикос или кафоликос по-гречески означает вселенский. Но поскольку вот эта разница католикос-кафоликос, католики на западе, кафолики на востоке христианства, она такая трудноуловимая, поэтому будем говорить католическое для западной римской церкви и православное для христианской церкви на востоке. Отличия католичества и православия заключаются в первую очередь в вопросах богословских. Ну так католики считают, что Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына. В христианстве уверены, что Бог един в трех сущностях. Есть Бог Отец, есть Бог Сын, есть Бог Дух Святой. Католики считали, что Дух Святой это то, что присуще и Богу Отцу, и Богу Сыну, то есть Иисусу Христу. Православные считают, что Дух Святой исходит только от Отца. Католики считают, что после смерти человеческая душа не сразу попадает в рай или ад. Если твои грехи не так очевидны, то тебя еще долгое время, точнее твою душу, ждет очищение в так называемом чистилище, где относительно несложные муки позволят твоей душе искупить те грехи, которые тело совершило на земле. Православные считают, что никакого чистилища не существует и сразу же решается, куда твоя душа попадет, в рай или в ад. Даже в самом процессе богослужений между католиками и православными есть серьезные отличия. Ну скажем, в католических храмах очень часто можно увидеть изображение Бога в виде статуй, в православных храмах статуй нет, а только иконы, только плоские изображения Бога и святых, потому что статуи, по мнению православных, это идолы, которым поклоняться нельзя. В православных храмах священники после молитвы причащают верующих хлебом и вином, а в католичестве причащение хлебом и вином это только для священников, только для духовенства, а простые верующие должны причащаться только хлебом. Католики крестятся слева направо, а православные справа налево. Католики на службе позволяют людям сидеть и в католических храмах можно увидеть ряды скамеек, на которых сидят во время молитвы верующих. В православных храмах можно только стоять. В конце концов, в католичестве главное моление, молитва, любая молитва происходит только на латинском языке. Православная религия допускает, что молиться можно на любом своем собственном языке, греческом, болгарском, русском, сербском, армянском, грузинском, на любом языке, на котором тебе молиться хочется. Бог тебя услышит. Священникам западной римской католической церкви было запрещено заводить семью, жениться и иметь детей. Это называлось целебат, то есть обет, обещание, безбрачие. В православной религии целебат касается только тех, кто ушел в монастыри, монахов, а обычные священники, которые живут в миру, в принципе могут заводить себе семью. Поэтому у нас, например, на Руси были и попы, и попадьи, и поповские дети. Католического священника от православного даже по внешнему виду можно было отличить. Мода католическая заставляла средневековых католических священников брить бороды, а на голове выбривать специальную такую лысинку, которая называлась танзура. Такая круглая лысина, на голове волосы сбривались. В православии священники могут носить бороды, какие захотят, и волосы нигде тоже себе не бреют. Так что, как мы видим, различия были. Впрочем, эти различия, они носят скорее такой характер, я бы сказал, внешний. Гораздо важнее то, что боролись не за правильное богослужение, а за земли, с которых можно получать доходы. Таким образом, мы с вами видим, что христианская, единая христианская церковь раскололась на католическую и православную. И вот во второй части нашего видеоурока мы как раз и поговорим про католическую церковь в Западной Европе. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин